Среди тех, кого отдала Украина, Россия, ключевой свидетель по делу о сбитом малазийском Боинге MH17 Владимир Цемах. Как только спецборд приземлился в Москве, Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации его выдачи. Кто еще вошел в списки со стороны России, изучала Юлия Башко. Спецборд приземляется в аэропорту Внуково в 13.20. По одному с челночными баулами спускаются участники обмена. 11 из них были помилованы, 19 отпустили из-под стражи, изменив меру пресечения. Еще двое уже находились на свободе. И один был передан российской стороне ранее. Из встречающих только лишь российские каналы, известные как пропагандистские. Я очень хорошо слышал. Давно так себя хорошо не чувствовал. В числе вернувшихся в Россию руководитель агентства РИА Новости Украины Кирилл Вышинский. В конце августа Киевский апелляционный суд изменил ему меру пресечения. Из-под стражи его выпустили под личные обязательства. 16 сентября подозреваемый в государственной измене должен явиться на судебное заседание в Киеве. За последнюю неделю я никогда так не нервничал. Среди граждан Украины, которых обменяли, и Владимир Цемах, ключевой свидетель в международном процессе по делу о малазийском Боинге MH17. Накануне его также отпустили под личные обязательства. Владимир Зеленский уверяет журналистов Борисполи, что подозреваемый был допрошен. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали, все, что от нас попросили. Это было сложно, я боялся, что из-за этого может сорваться обмен. Из тех, кого Украина отдала, 12 россиян, еще один с двойным гражданством, остальные имеют украинские паспорта. Среди переданных российские наемники, военнослужащие, разведчики, задержанные за шпионаж в Украине и один участник столкновений в Одессе, 2 мая 2014-го. За этим днем огромный трехлетний труд большого количества людей. Я очень надеюсь, что это начало большой гуманитарной широкомасштабной миссии. Спецбортом в Россию доставлены Максим Одинцов и Александр Баранов, бывшие украинские военные, которые в 2014 году перешли на сторону России. Еще один – Александр Сатаров, экс-сотрудник Беркута и участник агрессии Российской Федерации в Крыму. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем. Я также требовала освободить Руслана Гаджиева, российского танкиста из Ставрополя. Он принимал участие в боях под Дебальцево. Однако из списков на обмен его исключили. Возможно, отдадут в рамках следующего. В то же время в тюрьмах России и оккупированного Крыма по-прежнему остаются 110 незаконно удерживаемых украинцев.